Никто, живущий в России, вообще не вправе осуждать, что белорусы додавили, не додавили. Когда тебя бьют по левой щеке, подставить правую, продолжать выходить, понимая, что... Ну, это как смерть за веру, это то, почему причисляли к лику святых. Я пять лет просто работал на рынке, чтобы была еда и одежда. Революция РОС без единой жертвы — это счастливое исключение. Как Советский Союз рухнул под собственной тяжестью, вероятно, этот режим также рухнет. Чтобы не было так, что у тебя государство или какой-то мент, или кто-то без суда и следствия, или по суду, по-левому, может отобрать собственность. Почему вести бизнес в России при Путине сложнее, чем в лихие 90-е? Какие ошибки допустил Навальный и почему белорусов нужно причислить к лику святых? Поинтересовались у эпатажного бизнесмена из Великобритании Евгения Чичеваркина. Евгений, здравствуйте. Очень рада, что вы нашли время в своем плотном графике прийти к нам в гости на Маланку. Как себя чувствуете после форума? Устали? Добрый день. Да, немножко вчера растерял какой-то энергии. Ну, я... Раздарил. Надеюсь, что немножечко осталось еще для наших гитарей. Конечно, как раз. Вот начну с самого начала. С августа 2020 года вы очень так четко заняли позицию против режима Лукашенко, поддержали протестующих в Беларуси, также выступали на акции в Лондоне солидарности с заключенными Беларуси. Еще не было заключенных, еще до... Задержанных. Еще были задержаны, еще было до выборов. На первой акции. Да, да, да. И вот как сейчас вы оцениваете происходящее в Беларуси? До сих пор считаете, что беларусы смелый народ? До сих пор, конечно, то, что было, это абсолютный подвиг. Как вчера на форуме «Свободная Россия» сказал Невзлин, никто, живущий в России, вообще не вправе осуждать, что беларусы додавили, не додавили. Кому осуждать, только не нам. Это как бы факт. Я поддерживаю стремление любой части бывшей СССР и бывшей царской России к западным ценностям. Поэтому я поддерживаю Майданы, поэтому я поддерживаю, когда пришел Саакашвили и начались реформы. Поэтому я, понятно, что беларусы, это вопрос был против Лукашенко, но это не так, не столь важна фигура и фамилия, сколько важны те ценности, на которых будет основываться и базироваться общество. Беларусы выбрали стать частью Европы. Беларусы выбрали европейские ценности. И для меня это стремление к свободе личности, к политическому процессу, это ценно и очень важно. Я бы очень хотел, чтобы в России, где практически стерилизовано сейчас протестное все движение, был нормальный политический процесс, и страна жила по законам, и были бы суды, и было бы разноголосье политическое, и разные партии, по-честному разные партии, и парламент место для дискуссий, дебатов. Вот вы в интервью Гордона очень так интересно сказали, что беларусов нужно отнести к лику святых. Почему? Да, потому что это христианское, когда тебя бьют по левой щеке, подставить правую, продолжать выходить, понимая, что... Ну, это как смерть за веру, это то, почему причисляли к лику святых, когда не противлением, а только духом своим человек отстаивал свои, а люди отстаивали то, во что верят. А вы считаете, это нужный курс, правильный? Ну, вы такие. Вы просто... Наши этносы где-то в XIV веке разделились в связи с монгольским игом, поэтому все разные. Украинцы такие, белорусы такие, русские такие. Несмотря на объединяющую силу Советского Союза, все-таки он не столько простоял, сколько... До этого, там, то, как до этого разделила Орда, поэтому вот это такая этническая особенность, и можно только, наверное, позавидовать стойкости и принципиальности. Ну, вот демократические силы Белоруссии, они пытаются экономически давить режим Лукашенко, считают, что физическая сила неприемлема. Согласны ли вы с этим, или все-таки стоило бы взять в руки вилы, наконец? Не мне, уехавшему при угрозе уголовного... Не уголовного преследования, а при угрозе посадки выше, чем уровень X, говорить, стоило или не стоило брать в руки вилы. Революция Рос, или революция Тюльпанов, как была в Киргизии, или революция Рос, без единой жертвы, это счастливое исключение. Я скажу так. То есть вы все-таки считаете, что силовой метод неизбежен? Может быть, я не знаю, смерть Путина от старости, и не потребуется никакой силовой метод, и как Советский Союз рухнул под собственной тяжестью, вероятно, этот режим также рухнет. Потому что он полностью сконцентрирован на одном человеке. Это не страна России, это страна Путин. И так все сконцентрировано и завязано все на одного человека, то когда мы все не вечные, как не следить за своим здоровьем, он очень следит за своим здоровьем. А в какой-то момент просто он умрет от старости. Но это случится не скоро. Я думаю, что да. Я никому не желаю насильственной смерти, я не хочу, чтобы он руководил, имел отношение к руководству моей страной. Ну вот глядя на происходящее сегодня, касательно Беларуси, когда десятки тысяч людей выехали за границу, вынуждено, очень много людей, около 4 тысяч сидит в тюрьмах, у нас еще есть какой-то шанс, как вы думаете? К огромному сожалению, фактически надо признать, что Россия хочет обратить Беларусь в полный свой протекторат. И все на пути к этому, как мы видим. И, к сожалению, решение будет приниматься уже в Кремле, судя по всему. И на данный момент, вот на сегодня, нет шансов, нет такого. Может ли измениться завтра? Да, может в любую минуту прийти. Вы знаете, черные лебеди, они летают, и никто не знает, когда и к кому он прилетит. Российская история, это достаточно кровавая. Кровавая, нелогичная цепь по-разному прерывающихся событий, поэтому мы с вами увидим. И очень мало кто угадал, а кажется, кто угадает, как она будет. Отходя немножечко от политической темы, поговорим о вас. Вот я прочла, что вы достаточно в юном возрасте, 18 лет, уже начали зарабатывать, заниматься бизнесом. Это были 90-е. Я фарцовкой занимался, чем-то приторговывал все время. Да, да. Вот расскажите, как, с чего вы начинали, насколько это было трудно в 90-е годы. И вы достаточно быстро за лет 8 уже смогли добиться таких хороших результатов. Все не совсем так. Я в детстве занимался фарцовкой. В 90-м году, когда открылись еще стихийные рынки, в 91-м. А мне было 16, потом 17 лет. Я первый раз пошел на рынок в 16 лет. И постоянно торговал на рынке уже где-то с 92-го по 96-й год. В 96-м году уже пошел в сотовую связь. В 97-м мы сделали свою компанию. Поэтому нет, я 5 лет просто работал на рынке, чтобы была еда и одежда. Первые две с половиной ступеньки масла покрывал мой доход. Но уже так достаточно, в 2000-е у вас уже все было хорошо. Да, в 2000-е у нас была и в России, все было хорошо. Но как-то получилось такие достаточно тяжелые времена. Нет, это были самые лучшие времена. Самый ранний Путин, это когда еще ельцинские законы и нефтедоллары. То есть, если сравнивать сейчас, строить бизнес в России, тогда это... Оптимально начинать бизнес в России, это осень 98-го года, когда все рухнуло с низкой точки. Лучшей возможности, чем тогда, никогда не было. И даже в 2009-м, после того кризиса, тоже была большая возможность. Многие компании стартанули. Можно посмотреть, в каком Додо пицца, например, стартанула. И до Крыма все было плюс-минус возможно. А Крым как повлиял? Санкции, антисанкции, увеличение налогов, увеличение давления, улезание силовиков еще больше в жизни компаний, изоляция от мира гораздо хуже с западными инвесторами и так далее. Но вы как человек, который в 2008-м уехал уже из страны и бизнес сейчас делаете в Великобритании, как вообще первоначально было ли тяжело с нуля все начать там? И вот как вы можете сравнивать? У меня были деньги, и нельзя, то что репутация была не на нуле, а на минусе. И я не знал там толком, у меня был сейчас плохой английский, я был очень плохой английский. Вот, и к сожалению, и это был бизнес, которого я не знаю по теме, но я понимаю, как быть немножко в торговле, наверное. Вот, и, конечно, это было не с нуля, у меня был стартовый капитал. Со стартовым капиталом была бы курочка, сготовитой дурочкой, собственно. То есть сложности, если есть деньги, а если бы человек приехал, вот бежавший, сейчас у нас очень много бежит из страны людей. Вот это действительно сложность. Вот это действительно сложность. Но я хочу сказать, что все, что касается, если вы уже в Лондоне, все, что касается сервиса, это люди, у которых русский или там славянский, первый язык, гораздо быстрее справляются, нежели аборигены. Смотрите, насколько ваш ресторан получил звезду Мишлен, насколько это для вас почетно вообще считается, как вас там оценивают, как русские, которые ведут бизнес в Великобритании? Мишлен оценивает повара и постоянство. Русский или не русский, Мишлену абсолютно все равно хочется надеяться. Но не всем приезжим удается достичь таких... Мы пригласили повара, у которого до этого была Мишленовская звезда, и ему забрали ее, пока он не работал поваром, и вернули, потому что он сделал не хуже, чем было. Давайте будем честны, если бы нас не было, мы бы взяли какого-то русского самородка и получили Мишленовскую звезду. Это была бы, может быть, наша заслуга, но здесь мы просто пригласили человека, который умеет классно готовить. Сделала ли моя подруга Татьяна один из самых красивых ресторанов? Да, это один из самых выдающихся ресторанных проектов. В основном у нас очень хороший сервис. Ну, понятно, от человека к человеку. Человек — это сборище ошибок, скопище ошибок. И бывают, безусловно, проблемы, как и в любом отношении между людьми. Но в целом у нас очень приличный сервис, это наша заслуга. У нас очень красиво, и это Танина заслуга. У нас очень вкусно, и это заслуга Олли. И мы пропетляли ковид и прочее, потому что у меня были деньги. После отравления Навального вы частично помогали ему в лечении. Также до этого вы частично финансировали фонд борьбы с коррупцией в России. Но при этом критиковали неоднократно действия Навального. Что вас не устраивало? Что Навальный делал не так? Я критикую всегда заигрывание с профсоюзами и левую риторику, когда она появляется. И если она появляется у любого политика, я ее критикую. А можете на примерах привести? У меня были дебаты с Миловым, например, на Дожде. И он был за такое социальное, очень социальное государство. Мне кажется, чтобы дойти до социального государства, нужно сначала вернуть людям чувство собственности. Чтобы было твое и твое навсегда. Чтобы три-четыре поколения прожили с полноценным чувством собственности. Чтобы не было так, что у тебя государство или какой-то мент или кто-то без суда и следствия, или по суду, по-левому, может отобрать собственность. У нас на постсоветском пространстве очень плохо с понятием собственности. И вот это для меня креугольный камень. Я бы очень хотел, чтобы были очень низкие налоги. И государство мало присутствовало в жизни человека. И было бы ночным сторожем, помощником, а также гарантором честного, справедливого, быстрого суда, базирующегося на гуманистических европейских базовых ценностях. Вы пытались отговорить Навального возвращаться в Россию. Как вы думаете, почему он вдруг решил туда поехать? Я российский политик. Я не могу ошиваться по заграницам все время. Я перестану быть российским политиком. Если я буду за границей, это очень дурно и плохо влияет. Я хочу быть с моим народом. Какого черта я не могу быть с моим народом? Кто они такие, чтобы мне не давать жить в моей стране, которую я хочу изменить? Но ведь если бы он остался в Великобритании, не важно, где они возвращаются в Россию, он бы сделал намного больше для своей страны. Может быть. Или он все-таки надеялся на то, что выйдет больше людей, и он как-то сгаражит общество. Но это, наверное, наивно было с вашей страны, не считаете ли? Скажем так, если бы был бы тур по условным парламентам, и класс журналистам мировым, таким большим, полновесным. Несколько статей в чем-то очень серьезном в Америке, в Англии, во Франции, где во Франции каждый день новости про Навального, в Азии. И проехаться, познакомиться еще раз после уже отравления со всей мировой элитой, выступить везде, где только можно. И если это сделать в компактное X количество месяцев, наверное, ты продолжал же быть российским политиком. Хотя он такой, и его именно любят за эту абсолютную принципиальность и последовательность. Почему вы очень часто высказываетесь негативно в адрес силовых органов России? Как в адрес них еще можно высказываться? Это была одна банда. Все силовые органы, это все подчиненные ФСБ, я считаю лично Путину. Банда для запугивания и выколачивания денег из народа. Для контроля. Плюс они лишили меня огромного количества денег, близких людей, страны. Как я должен еще относиться к ней? Как раз-таки история с вашей матерью. Извиняюсь, что опять возвращаюсь к этой теме. Наверное, часто задают вопросы журналисты. Вот вы говорили, что на самом деле это не была просто смерть, и, возможно, это было давление на вас через нее. Давления не было. Это был месть, слэш-повод вытащить даму в Россию, на мой взгляд. Для чего? Чтобы задержать, да? Ну, да. Вы в Россию как собираетесь ли возвращаться, и как скоро, вы думаете, это возможно будет? Я думаю, что я не вернусь никогда. Уже даже после... Я увидел эту очередь в посольство в 18-м году. Я видел эти лица, их сложно любить. Я видел эти глаза, их сложно любить, как когда-то давно пил Бордыкин. Думаю, что никогда. То есть любить русских? Любить тех, кто живет в Лондоне и идет голосовать за Путина. Но ведь если будет свободная Россия когда-то... Ну, тогда и поговорим.